Привет дорогие друзья, с вами Воблер и у нас новая игра на канале, которая называется Stickman Army The Defenders. Мы сейчас вместе с вами будем защищать Белый дом от бандитов, которые будут пытаться сюда пробраться и убить нашего президента. Здесь в игре есть различные уровни, как только мы проходим новый уровень, нам открываются все новые и новые войска. Я вам скажу, что все лучше и лучше. Я уже прошу второго уровня и потом уже приступим к следующему. Вот смотрите, какие у нас доступны юниты вообще в игре. Есть с пистолетами, есть со щитами, с бомбами. Они все будут открываться, как я уже и сказал, по мере прохождения уровней. Пока что нам доступно всего лишь три днищинских юнита. Это с пистолетом, с такими вот палками и с динамитом за 150 монет. Я так понял, чувак с динамитом, он получается быстрее помогает нашим сундукам активироваться. То есть нам сбрасывают сундуки с монетами и он как бы направляет эти все сундуки. Ну что ж, давайте мы сейчас и вот видите, падают сундучки. Мы юзнем нашего первого юнита. Здесь уже вот нападает. Давайте мы сюда поставим. Здесь вот кто-то тоже идет. Я так понял, чем больше вот этих чувачков, которые с палками, тем быстрее нам выпадают сундуки. Если вы, ребята, играли в эту игру, обязательно напишите в комментариях. Что касается плеймаркета, то там непростые, скажем, комментарии идут. Люди жалуются на рекламу. Ну мы же не дурные, мы просто взяли и отключили интернет и нету рекламы. Так, давайте мы сейчас. Ого! Ого! Пошла жара! Давай еще. Так, пока что нормально. Пока что держим оборону. Мне кажется, сейчас волна как пойдет. Мы сразу поставили побольше этих чувачков. Которые помогают нам сундуками. Смотрите, два сундука сразу. Ого! А, надо срочно с пистолетом ставить. Также их можно использовать, в принципе, как броню. Так. Ого! Отлично! Это у нас активировался чувак какой-то с пулеметом. Мы прошли. Неплохо, я вам скажу. Хотя он уже был пройден, но хотел вам показать, на что здесь способны. Здесь также есть русский флаг. Я не знаю, что он означает. Наверное, мы защищаем президента России. Но флаг ни на что не влияет. Какой бы вы ни выбрали, когда вы проигрываете, там все равно будет американский флаг. Походу, мы защищаем Трампа. Ну что ж, поехали. Новый уровень. Я бы сказал, новые приключения. Кстати, как юзается этот чувак с пулеметом, я даже и не понял. Если честно, он сверху находится. Так, давай мы сейчас. Раз. Падают сундуки. Ого, их очень много уже пошло. Надо ставить. С автоматом. Нету с автоматом. А, вот, все, активировался. Давай стрелять. То есть с пистолетом. Это, ребята, походу, телохранитель. Секьюрити. Говорит, не врешь, не пройдешь. Это отборные ребята. Секьюрити. Давайте, падайте быстрее сундуки. А то нам вечно не хватает этих сундуков. Давай, быренько, быренько. Нам надо все. Ого, их пошло. Жестяк. Смотрите, кто-то даже в шлеме, в бронированном. Как мы будем... Так, это пошел. Внизу, внизу бежит. Наши пытаются стреливать. Мне кажется, что в будущем тоже они будут каждый раз бронирование идти. Внизу надо поставить. Срочно. Давай, стреляй. Я не знаю, сможет он убить. Не сможет. Давай, 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 давай. А, сверху, сверху нету. Сверху еще давай. Сундук еще один нужен. Ставим сюда. Ну, его рубят, рубят нашего. Рубят. Ай, прошел. Как же ж так? Я не знаю, что не так с нашим. Наверное, замедление надо на Х2. Мы шли и рубят, рубят нашего чувачка. Мы ничего не можем сделать. Да, здесь мы уже, ребята, продули. Вот как раз и посмотрите, как здесь проигрывается. Заходит такой с топором. Все вроде бы правильно сделали. Нам все равно чего-то не хватило. Может, не надо было этих... Вот так много ставить. Вот, видите, убил президента. Пистолет в книжке он пронес. Вот хитрожопый, чувак. Американский флаг. Стикмен президент. Блин, вот здесь на уровне, ребята, я и застрял перед записью. Я таки не смог его пройти. Первые два вроде бы ничего, а тут уже застрял. Кто-то писал, что застрял на восьмом уровне и невозможно его пройти. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Ага. Я как вот этого пулеметчика активировать? Что он может? Я таки на самом деле пока что не понял. Так. С топорами пошел уже. Давай, давай. Давай быстрее. О, как раз еще поставим. Давай стреляй с пистолетом. Бей по нему. О, куда ящик быстро улетел? Я так понял, надо быстро ящички еще собирать. Ну, я вам скажу, что первые уровни они были слабые. Потому я думал, что все, а я победитель здесь. Как оказывается, не тута было. Вот этого в шлеме, конечно, надо вырубить еще и с флагом. А здесь... А, двоих даже нету. Нам еще двоих надо поставить. Вы посмотрите. Стреляй. Вот снова мы не успеем собрать. Вот как так? Вот как? Давайте замедление поставим. Здесь вообще четыре идет. Как мы должны вырубить? Я не совсем понимаю. Давай, нам еще сундук нужен. Давай, сундук, быстро. Нам сюда надо поставить чувака с пистолетом. Давай, падай. Ну, я не знаю, хватит ли две клеточки, чтобы его убить. Давай, давай, давай. О. Отлично. Ставим. Ставим, ставим. Тут вообще очень много их. Смотрите, сколько сюда надо еще чувака ставить с пистолетом. Что их двое сразу идет. Так, замедлили. Стреляй. Потихонечку. Пока что Х1. Очень, на самом деле, интересная игра. То есть, это стратегия, ребята. Надо правильно поставить. Тут ее не просто взять и пройти. Если вы играли, то обязательно пишите, до какого уровня вы проходили. И на каком уровне будут сложности. Давайте мы также здесь еще поставим. Хорошо. Бьем, бьем, ребятки. Бьем. 25. Есть. Прошли мы этот уровень. Последнего завалили. Последнего. Круто. The best. Просто круто. Нам еще 50 монет дали. Или что за монетки даже были. Прошли уровень. Фух. Я думал, когда я начну записывать, ролик я его и не пройду. Надо было... Ого, смотрите. Какой-то с динамитом или с рацией, с дробовиком. Так, мне кажется, у нас со щитом открылся. Что он будет делать вообще? Как он будет защищаться как-то? Атаки у него нету. Тут атака есть. Тут ничего нету. А, и мы еще выбираем. А что я... А, с бомбой не выбрал. У нас получается 3 слота, а чуваков 4. Ясно. Не просто так я вам скажу. Ну ладно, давайте мы сейчас все-таки... Ну да, мне кажется, X1 нажать. Сейчас начнется, чтобы быстро это все расставлять. Потому что я в игре еще не спец пока что. И нам надо будет... Так, давайте этого поставим. Вот, вот уже кто-то идет с топором. Так, мы здесь сразу ставим. Вставай, стреляй, чувачок. Постреливай. А что он не стреляет? Ты же должен стрелять вроде бы как. Так, сундуки падают. Неплохо. Бей, бей его. Бей в лицо. Пуля-лицо. И на я рука-лицо тут пуля-лицо. О, сразу сундучки. Смотрите. Куда мы еще можем поставить? Вот сверху, да. В принципе идет. Значит нужно ставить. Так. Еще, еще. Стреляем. Пока что нормально. Как активировать этого чувака с пулеметом? Не ясно. Может быть в будущем как-то разберемся, что нам надо сделать. С топорами внизу идут. Внизу идут. Мы сейчас возьмем сундук и внизу поставим. И все быстрее и быстрее. Так, отлично. Внизу давай. Ставим. Пошла жара. Идут. Сверху, смотрите. Сверху получается у него на голове что-то есть. То есть он в шлеме. Ах ты гад. Бронированный. Сейчас мы тебя вырубим. Больше нигде нету. Пока что нормально все. Может даже этого юзнуть. Ой, а зачем я его там так близко юзнул? Я хотел снизу поставить. С дробовиком бежит. Посмотрим, как вообще с дробовиком. Чувак убивается быстро или нет? Но этот немножко, конечно же, задержит. Задержит противника. Здесь тоже нету. Чувака с пистолетом нужно поставить сейчас. Еще один сундук нам нужен. Здесь активировали. А с мечом идет. Смотрите, с мечом пошел. Пошло тело с мечом. Да, мы вас вырубим. То есть на Х1 нормально проходится уровень. А на Х2 тут очень быстро походу все происходит. И возможно я чисто физически не успеваю сундуки ловить. Или непонятно, что происходит. Ого, как они быстро раз и переместились. Давай, чувак с пистолетом, ты сможешь. С дробовиком. Мы вырубим с дробовиком или нет? Мне кажется, он с дробовиком поближе подойдет и с первого раза вырубит. О, со щитом. Давайте чувачка попробуем. Ребята, смотрите. Со щитом. Ого! Ага, он просто отбил его. Нормально со щитом стоит. 50 монет. То есть нормально дефить, в принципе. Можно, мне кажется, даже Х2 использовать. Ну давай, Х2. Врубим, а что мы побеждаем? Оп. Сундучки. Быстренько ловим. Чуваки с дробовиками. Давай мы тоже сюда. О, кто это такой полетел? Что это за сундуки? О, бабло, бабло падает. Что это? Энергия, энергия. Давайте мы со щитами поставим здесь. Что это такое было? О, АХ1. Вы видели, сколько их? Сколько их здесь? Давайте мы тоже с пистолетом поставили. Я не знаю, как убивается этот чувак. Но нужно все-таки юзнуть. Нет, нет, со щитом. Со щитом хотел я сначала юзнуть. Мне кажется, это их босс. И он бронирован. Надо спереди. Блин, я хотел защиту поставить. А поставил чувака, который сундуки направляет. Ой. Ну, бьемся. Что это за ангелочек летит? Давай, давай энергию, ангелочек. Все, 200. Смотрите, этот босс вообще непобедимый какой-то. Наши не могут его вырубить. С рацией. Это у него бомба, наверное. Может он самоубийца? Смотрите, может сейчас придет и взорвет все? Все, вырубили его. Можно икс 2 врубать. Да, прошли уровень. Бей его. Хах, отлично, получил. Так, нам открылся новый персонаж. То есть, походу, динамит закладывает. Ого, у него урон какой огромный. Это хп, это время, я так понял, срабатывание. Или что это за время? Стоит 25 динамитчиков? Вообще понты. Эти динамитчиков можно наставить. Мне кажется, его надо подальше отставить от наших. По простой причине. Потому что он может, так, ага. Он может, мне кажется, своих подорвать. И теперь, что мы делаем? Ну, обязательно мы выбираем этого. Мы выбираем за 25 с динамитом. Нам щит не нужен. И пост, который управляет тут. Ассистент. Давай ассистента выберем. 3, 2, 1. Поехали. Сейчас испытаем, как чувак с динамитом вообще работает. Он стоит и 3 копейки. Смотрите, мне кажется, сейчас мы его и вырубим. Давай мы попробуем, что он может. Как он взрывает. Жги. Бух. Нормально. Слушайте, так, мне кажется, дешевле чуваков по 25 ставить. Чем. Так. Нормально. О, с дробовичком. Ставь с динамитом. Давай. Ух ты, пошла жара так, ребята. Он убьет с динамитом? Он перепрыгнул. Как, как, как так? Че он перепрыгнул? Так не честно. Он взял, перепрыгнул. С дробовиком может прыгать. Ай, неужели он сейчас пройдет? Я не знал, что он может взять перепрыгнуть чувака с динамитом. Это же новость какая-то. Бей, бей. Ай, сверху еще идет. А куда он сможет прыгнуть? Ему некуда прыгать, мне кажется. Или через верх? Что он сможет сделать? Ай, ну так не честно. Ну, е-мое. Я же не знал. Я думал, тут клеточки нет, он не сможет. А видите как? То есть он просто перепрыгивает. Неважно, где стоит чувак. Внизу, сверху. Блин, может надо было со щитом поставить? Мы уже ничего не сделаем. Навряд ли мы что-то сможем. Хотя, давайте попробуем. Мы можем клеточку, не? Только когда он этого убьет. Только тогда мы сможем, возможно, поставить. Ну, давай. Вот, сейчас. Может все-таки сработает. Успеть его кто? Ну, это с дробовиком, ребята. С дробовиком, мне кажется, в любом случае завалит. Да, продули мы здесь. Продули, ничего не сделаешь. Но я не знал. Теперь мы в курсе. Теперь мы в курсе. Как он может перепрыгивать. Я-то думал, это фигня. Мы сможем с динамитом. То есть динамит только против топорщиков и мечников этих работает. Хорошо. Так, мы тебя берем. А смысл их тогда ставить, этих? Даже не знаю. Со щитом. У них хп дофига. Да? Ну, давай возьмем. Поехали. Ассистент в любом случае, мне кажется, нужен. Без него никак. Так, пошла жара. Вот уже бежит первый наш человечек, который словит. Ну, надо обязательно ставить чувака с пистолетом там, где будет идти с дробовиком. Мне кажется, на топора можно просто динамит поставить, а на дробовик надо обязательно нам ставить. С пистолетом. Потому что навряд ли это с топором сможет перескочить. Вот-вот, бежит с дробовиком. Ну, все. Ему кранты. Ему кранты. А, у нас... Блин, ну я ж не взял. Тут просто слотов не хватает. Я ж не взял. Я не взял динамит. Я думал, все динамит. Вот бы. Как вы видите, нужно еще подбирать определенные войска для нужного уровня. Ну, если запомнить, на каком уровне что происходит, то можно, в принципе, и подобрать. Давайте сюда. Ой-ой-ой. Давай. Как снова перепрыгнул? Ну, как так нечестно? Ё-моё. Он очень быстрый, вы видите? Вообще хитрожопый с дробовиком. Ну, все, чувак. Мы пройдем этот уровень. Злостный уровень. Я как-то не заметил. Он очень быстро двигается. Не обратил внимания, что он там бежит. Ладно. Фух. Значит, этот в любом случае нам нужен. Этот нужен. И давайте вот этого дешевого поставим. Все равно дробовик даже через щит перепрыгивает. Так нечестно, мне кажется. Перепрыгивать через щит. Так. Отлично. С топором бежит. С топором, с топором. Давай мы сюда поставим. Так. Сюда. С динамитом. Но, вероятно, эти перепрыгнут. Давай, давай, еще. О, с топором бежит. Надо ставить. Топорщика. Да, сразу два чувака с пистолетом. На дробовика. Чтоб он не смог пройти. Вот так. Все. Отдохни, парнишка. Я бы сказал, отдохни. Бежит. Бежит, бежит. Бежит. Бей его. Бежит, бежит, бежит. Надеюсь, что нас же вырубит с пистолетом. Как он перепрыгивает? Что он делает? Почему он перепрыгивает с пистолетом? Что за фигня? Ну, это жесть. Почему он прыгает вообще? Кто ему? Он просто может через любого юнита прыгнуть. Вы представляете? Блин, тут пока разберешься с этой игрой. Все, ребята. Это жесткий уровень. Мы его сможем пройти. Динамит он перепрыгивает. С пистолетом перепрыгивает чувака. Смысл что-то ставить другое. Надо чисто, мне кажется, солдат обычными взрывать. А для дробовика нужно чисто пистолеты. Тем более, что он быстро бежит. Надо, чтобы только увидел дробовика, сразу ставить пистолет. Так. Вдвоих завалил. Он может двоих динамит брать. То есть одного... Сверху вижу. Бежит. Стреляй. Стреляй, 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 стреляй. Ты же должен... Ну как это? Ты же должен вырубать. Давайте я Х1 включу. Вырубил. Да. Так, Х2. О, Х1 быстро. Сюда ставим. С пистолетом. Пусть стреляет. Сюда ставим. Оп. С динамитом. Может даже динамит немножко зарешает. Смотрите. Взрывай. А, 2Х сразу... А, можно я понял. Прикол. Можно что делать? Можно динамитчика внизу ставить и убирать верхнего чувака с дробовиками. Вот хитрое я придумал, ребята. Хитрый воблер. Все придумал. Как мы сможем чувака с дробовиками вырубать. Это что с флагом идет за тело? А как это тело с флагами? Его можно подорвать? Давайте мы поставим. Посмотрим. Бьем, бьем. Бах. Отлично. Вот этот, мне кажется, с бронькой идет. Пока не тратим. Мне кажется, с дробовиками сейчас пойдут. А если динамит поставить? Если ему нужно время, возможно, взорвать. Бах. Хорош, хорош. Вы посмотрите. О, с дробовиком. Быстро, быстро. Идет с дробовиком. Снизу, снизу. Вот здесь надо где-то ставить. Чтобы его точно уработать. Динамит снизу ставим. Сейчас мы выработаем тактику. Нас не возьмешь. Давай здесь. Вдруг он пройдет. Мало ли. Ангелочек. Так. Отлично. Внизу еще идет. Внизу, внизу. Смотрите. Направлять. Внизу вот бежит с мечом. Но он бронированный. Может мы его реально сейчас бабахнем? Бомбочка. Если мы не бабахнем, то... Вот так. Двоих сразу возьмем. Сейчас посмотрим, как динамит справится с этими двумя. Этих тоже не помешало бы приговорить с помощью динамита. Давайте мы поставим. У нас денег тут очень много. В принципе. Давай, взрывай! Положил троих, красавчик. Вот это уважуха. Вот это понимаю. Ложит. Стоит дешево динамит. Просто его нужно правильно использовать. Все. Вам капец. Сейчас мы вас всех взорвем. Больше. Больше юнитов. Отлично. Да, ребята. Победа. Победа в этом непростом уровне. Надо было выработать определенную тактику. Теперь мы знаем. Ну так, дело в том, что это мы узнали одного юнита с дробовиками его возможности. Да, в новых уровнях будут какие-то новые юниты со своими приколами. Это все нужно разбираться и знать, на что они способны. Вот такая вот у нас получилась первая серия по этой игре. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. И мы в следующей серии продолжим прохождение. И все будет забыть. Посмотрим, что против нас там поставят. А это у нас пистолет с какой-то синей пулей. Возможно, эта пуля намного больше дамага наносит. Нормально. Нормальная тема. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok